С французским стиляго-ситроеном DS4 мы уже давно знакомы, но то была бензиновая версия. А теперь же до России добралась и дизельная модификация. Это обычный городской хэтчбэк с увеличенным дорожным просветом. Клиренс у него и правда внушительный, лишь немного не дотягивает до 20 сантиметров. Концептуально близких к DS4 автомобилей не так уж и много. К ним можно причислить разве что Volvo V40 Cross Country и Mini Cooper Countryman. Ситроен издавна славится необычными инженерными решениями, каких не встретишь на автомобилях других производителей. Здесь таким решением стали зафиксированные намертво задние боковые стекла. Их нельзя опустить даже на сантиметр. Вообще пассажирам второго ряда DS4 вряд ли понравится. Мало того, что без свежего воздуха оставили, так еще и тесновато. Багажник тоже невелик. Зато спереди все по-взрослому. Простора и уюта выше крыши. Кожей тут обшито все, что только можно. Кресла снабжены не только электроприводами, но и функцией массажа. Вместо кондиционера продвинутый климат-контроль. Даже навигатор имеется. Правда, он здесь установлен за доплату. И доплата эта составляет ни много ни мало 41 тысяч рублей. Ну вот добрались и до мотора. Четырехцилиндровое дизельное сердце развивает серьезные для двух литров объема 163 лошадиные силы. Достойный показатель. Самое приятное, что при старте ты понимаешь. Лошади тут ломовые. Такой могучей тяги бензиновые двигатели дать не в состоянии. Машина ураганом несется вперед, даже если стрелка тахометра находится ниже отметки 2000 оборотов в минуту. При этом расход топлива при динамичном вождении в городе не превысил 10 литров на 100 километров. На DS4 очень приятно ехать быстро. Автомобиль поощряет скоростное маневрирование. Рулиться точно почти не кренится. Душа радуется. Правда, получить удовольствие за рулем можно только на ровной дороге. Там, где начинаются даже небольшие неровности, радость от вождения исчезает, поскольку машина весьма и весьма жестко проходит даже заплатки на асфальте, не говоря уже про более серьезные дорожные изъяны. DS4 автомобиль не без недостатков. Но за классный дизайн и тяговитый мотор ему можно многое простить. Субтитры сделал DimaTorzok